Всем доброго времени суток! С вами канал AlexDNPro, рубрика Электрик. И в этом видео я расскажу вам все о таком неприятном и, пожалуй, опасном явлении, как искрение розеток. А именно, вы узнаете, что же из себя представляет это явление, чем оно опасно, причины его возникновения и способы их устранения. Итак, начнем по порядку. Искрение в розетках – это не что иное, как электрическая дуга, а именно движение электронов по воздуху, то есть протекание электрического тока по воздуху, а не по проводнику. То есть в данном случае проводники – это вот наша вилка, металл, и вот контакты самой розетки, тоже металл. Когда между ними возникает расстояние, вот смотрите, раз, возникает расстояние, начинает пробивать искра. Конечно, расстояние в розетках не такое большое, как я показываю сейчас для наглядности, но, тем не менее, оно есть. Какая же опасность таится в этом явлении? Опасность заключается в чрезмерном нагреве металлических контактов, что может привести к плавлению пластика, вилки или розетки, а также короткому замыканию. В данном случае, как вы видите, здесь основа под розетку выполнена керамическая, то есть негорючая. Но сами контакты выполнены в виде просто изогнутых пластин. И со временем их необходимо подгибать, потому что они слишком сильно расходятся в стороны, и вилка тогда не так туго вставляется, как бы нам хотелось. Сейчас контакты, в принципе, вставляются нормально. То есть, жесткость какая-то есть. И когда вилка входит очень легко, то это уже первый звоночек к проведению осмотра, то есть ревизии, ремонта наших контактов, нашей розетки. Конечно же, это розетка переносного удлинителя. Сами же розетки, которые в скрытой проводке, то есть в домашних условиях используются, утопленные, имеют такое же строение, по сути. Но конструкция сама, вот эта вот, у них сердечничка разная. В данном случае, как вы видите, здесь контакты закрыты у нас под пластиком. Вся пластиковая часть полностью закрыта. И пластинки, которые контактные, они еще и скреплены скобой. То есть, в данном случае не требующие периодического осмотра. И они никогда не разгинаются настолько, чтобы была необходимость ремонтировать. То есть, очень-очень туго вставляются и очень туго вытаскиваются. То есть, это у нас был вариант влагозащищенной розетки. Такие часто ставят в ванной комнате или на улице. Также я подготовил еще переносной удлинитель. Такой вот, как бы, сфильтр еще его называют некоторые. И умножить, то есть тройничок. Здесь, собственно, такая же система идет. То есть, есть контакты. В данном случае тройник качественный. То есть, мы видим толстый сам шпиль. То есть, ось основная, да, такая наша только ведущая часть. И пластина. Пластина плотно прижатая. Здесь скреплена скобами. То есть, тоже не требует особым осмотров. Также внутри, но сейчас, возможно, не видно, есть направляющие, которые поддерживают эту пластину. То есть, не дают ей расходиться. Так же, как, собственно, и здесь. Вот здесь мы можем посмотреть. Кстати, вот уже было оплавление у нас. Давайте я вам покажу. Вот здесь вот. Контактик. Чуть-чуть. Пластинка вот уже оплавилась. В результате чего, у нас уже в этой розеточке контакт не настолько плотный, как бы нам хотелось. Основных причин появления электрической дуги в розетке всего три. Итак, первое. Это момент коммутации. То есть, тот момент, когда мы вставляем или достаем вилку из розетки. Причем, у нас могут быть два варианта, опять же, при работающих устройствах, приборах. К примеру, обогреватель. У вас там мощный обогреватель работает. И он у вас включен. То есть, кнопочка на обогревателе включена. На максимум настроен. То есть, когда вы подключаете в розетку или достаете вилку из розетки, происходит искра. То есть, в данном случае просто необходимо отключать все электрические приборы, перед тем, как вы достаете шнур из розетки. Если же вы подключаете неработающий электроприбор и происходит искра, то это уже говорит о неисправности самой розетки. Об этом поговорим чуть позже. Второй случай, когда искрение в розетке проявляется произвольно при работающих электроприборах. Как правило, это возникает в результате перегрузки нашей розетки. Если у вас к одной розетке подключено много различных устройств, опять же, через тройнички, через вот такие удлинители, и суммарная мощность на одну розетку становится очень большой. В таком случае ток, опять же, протекает слишком большой, нагревает проводник, и пластинки, пластины вот эти вот, много ведущие начинают немножко расходиться и как бы вибрируют, и происходит пробой по воздуху, то есть электрическая дуга. В таком случае нам необходимо просто снизить нагрузку. В этом ничего опасного нет, просто снижаем нагрузку, отключаем чайники, там, микроволновки, вот, от одной розетки пылесосы, вот, и тогда все у нас будет нормально. И, собственно, третий случай, когда же искрение в розетке наблюдается при отключенных электроприборах, то это свидетельствует только о неисправности уже самой розетки. В таком случае, если вы не имеете опыта обращения с электрическими приборами, лучше обратиться к специалисту. Более подробно о ремонте розеток, о замене, о выборе качественных розеток будет в следующем видео. Рубрики «Электрик». А если у вас возникнут какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Информация стала для вас полезной. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.